О самых главных новостях этого дня узнаете далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резонансное убийство в столице. Во дворе многоквартирного дома расстреляли журналиста Олеся Бузину. В МВД уже обнародовали несколько версий. Какие именно? Узнавала Ирина Романова. Это случилось около двух часов дня. В это время, рассказывают соседи, Лесь Бузина обычно выбегал на пробежку. Не изменил своей традиции он и сегодня. Но далеко от подъезда не отошел. У него тут же выстрелили в голову и грудь. Огонь вели из автомобиля, который сразу же скрылся. За Бузиной несколько дней следили, уверяют соседи. Машина какая-то стояла. Ну, не наша. Потому что все друг друга знают в доме и знают все друг друга машины. И все. Слышали синяя машина. Вроде или Мазда, или какая. Ну, не знаю. И номера вроде белорусской. Видели вчера. Вы вышли на улице и уже лежали? Видно, уже лежали. В улице было лежали? Лежали. Примерно без 10, без 15, 2. А швидка уже была? Нет, еще не было. Еще не было. Дочка или что, кто-то меня кричал вызвать скорую помощь. Убитая горем дочь и жена Бузины ничего не комментируют. На Дегтяревскую, 58, сразу же прибыли оперативная группа и скорая. Приехал даже начальник столичной милиции. Попереднюю, зараз, есть пуля М-62. Можливо, это пистолет марка ТТ. И есть камера, в которой попала машина. Зараз расшукается синий Ford Focus с номерами иноземными. Можливо, Прибалтика. Можливо, белорусские номера. В столице объявили план «Сирена» – перехват вооруженных преступников. Открыто уголовное дело. Его ведет столичная прокуратура. Версии пока не выдвигает, в отличие от МВД. Спустя полчаса после убийства Бузины советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке написал «Похоже, что отстрел свидетелей по делу антимайдана продолжается». «Никакой это не отстрел свидетелей по делу антимайдана. Я не знаю, что, но точно не это», – возражает ему в Фейсбуке журналистка Соня Кошкина. «Бузина не был политиком, партийцем, просто журналист. Да, с очень специфическим пониманием черного и белого. С извращенной моралью. Но это же не повод для четырех выстрелов. Не повод», – написала Соня. Что интересно, известие в убийстве украинского журналиста мгновенно долетело до России. В интернете только-только появились первые сообщения о выстрелах. А Владимир Путин уже вовсю комментировал их. На прямой линии с народом. Вопрос о Бузине подогнали к ответу Немцове. Возможно, чтобы не казалось, что только в Москве громкие убийства. «Не первое политическое убийство. Но мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств. Где убийцы вот этих людей? Просто нет ни исполнителей, ни заказчиков». Это заявление сразу же вызвало бурную реакцию среди украинских журналистов. Вот как прокомментировал слова Путина главред «Нового времени» Виталий Сыч. «Мы вот на сайте сидели и не хотели давать эту новость без подтверждения. И подтверждение поступило буквально 10 минут назад. И Путину тут же сообщили прямо в прямом эфире, не спрашивая, стоит ли такое сообщать. Такое ощущение, что кому-то нужно подтверждение антирусских настроений в Украине. И этот кто-то эти подтверждения создает». А немногим позже тот же Антон Герасченко выдвинул уже вторую версию. Журналист мог стать жертвой российских спецслужб. Олесь Бузина написал 7 книг, в том числе скандальное произведение «Вурдалак» Тарас Шевченко. Долгое время вел колонку в газете «Сегодня». В начале года стал шеф-редактором издания, а месяц назад со скандалом уволился с должности. Ему было 45. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». И вот последняя новость по этому делу. Ближе к вечеру автомобиль «Форд Фокус» с иностранными номерами, на котором передвигались убийцы Бузины, нашли неподалеку от метро «Шулявская». Это уже подтвердил глава киевской милиции. Еще об одном громком убийстве. Бывшего нардепа регионала Олега Калашникова застрелили на пороге собственной квартиры вчера вечером. Кто и за что? Какие версии у следствия? Что говорят свидетели? Подробнее Татьяна Винникова. Обычная многоэтажка в киевском микрорайоне «Виноградарь». Толпа журналистов и милиции. Накануне в 7 вечера здесь, прямо возле двери, собственной квартиры на 8 этаже и убили Олега Калашникова, экс-депутата регионала 5-го созыва. Соседи и консьерж подъезда говорят, подозрительных людей не видели, звука выстрелов не слышали. Я ехала и на 8 этаже остановился лифт, там где он живет. И была опечатана красно-белой лентой, ну, этаж весь. Вот, его жена, что там, то есть, трещичными руками в двух телефонах искала, кому-то звонила, приехали. Видно, еще какие-то, ну, какие-то великие люди там, потому что все были такие на иномарках. Это было время, как раз, когда люди идут из работы, ну, просто жильцы ходили сюда, туда, как обычно. Он заходил в парадную, допустим, где-то около 7 часов. Ну, и все. Он зашел в цей лифт, пошел, поднялся. В квартиру Калашников так и не вошел. Родственники погибшего от общения с журналистами отказались. Не на камеру вдова Ольга Калашникова нам рассказала. В мужа стреляли 7 раз из двух видов оружия. По словам другого родственника, в последнее время Калашникову угрожали физической расправой за призыв широко отмечать 70-летие победы во Второй мировой войне. А в милиции о ходе расследования никаких деталей. Тайна следствия. Не сомневаются в одном. Это было умышленное убийство. Версии резонансного убийства активно обсуждают в интернете. Пишут, мол, это бизнес-интересы, личные отношения ограбления. Но чаще говорят, регионала устранили из-за его политической деятельности. Он был одним из организаторов антимайдана в Мариинском парке в прошлом году. Собирал в поддержку Януковича митинги. Руководил тетушками. Поэтому слишком много знал и был для многих опасен. Нардеп Борислав Береза написал в фейсбуке, Калашников собирался дать показания правоохранителям. Рассказать всю правду об организаторах и финансистах антимайдана. Не успел. В этом году это уже четвертая смерть в рядах членов партии регионов. Трое из них, Чечетов Мельник и Пиклушенко, покончили жизнь самоубийством. Татьяна Авинникова, Анна Каменева, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Убийства Калашникова и Бузиной связаны между собой и направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине. Так считает Петр Порошенко. Я процитирую. Это сознательная провокация, которая льет воду на мельницу наших врагов. Президент потребовал в кратчайшие сроки найти исполнителей и организаторов убийств, прежде выслушав доклад и у главы МВД Василия Паскаля. Сам министр не в Украине, а Ваков с официальным визитом в Италии. И на его странице в Фейсбуке об убийствах Калашникова и Бузины пока ни слова. Илюстрационные страсти по-украински. Теперь в Конституционном суде и возле него. Почему судьи оказались не те? Где те правки в документ, которых никто не видел? И насколько все это может затянуться? Елена Зорина продолжит. Подушки под спину в креслах, массажеры на сиденьях. Заседание, казалось бы, надолго в зале представителей Кабмина. Бывшие комбаты, теперь депутаты, студенты. Глава Верховного суда, который просил рассмотреть закон. А вот и 47 избранников, также недовольных илюстрацией, в зале всего один. Мы против того, что есть положение этого закону, который противоречит Конституции. И наша позиция подтверждена Венецианской комиссии. Верховная Рада сразу вызначила, кто есть хук. И сказала, кто подлега илюстрации, как виновный, чей винный, кто бы вскоен противоправных действий. Это можно вырешить. Только и выключено суд. Но не успели судьи занять свои места, как слушание просят перенести. Министр юстиции, как следует, не подготовился. Выполнить домашнее задание Павел Петренко должен был еще к марту. Но на заседании венецианки украинские делегаты тогда приехали с пустыми руками. Правки не внесли. Сослались на трудности перевода. Тогда украинским делегатам дали время до июня подучить английский. Украинский министр юстиции заверил, правки готовят. А закон не работает. Обманул. Теперь говорит о выводах комиссии. Хотя окончательный вывод венецианская комиссия сделала еще в декабре. Суд после получасовых раздумий аргументом министра не внимает. В ответ защитники иллюстрационного закона просто засыпают служителей Фемиды ходатайствами. Просят в зал экспертов, а еще всех, кто голосовал за этот закон. А это 231 нардеп и на тот момент спикер парламента Турчинов. Но самое главное самоотвод семьи судей Конституционного суда. Все из-за изменений в основной закон в 2010-м. Фактически сприяли узурпации влады Виктора Януковича. И против них по данному правопорушению главным следственным управлением СБУ открыто криминальное проведение. Эти служители Фемиды, считает нардеп, тоже попадают под иллюстрацию. В деле у них свой интерес. Один из названных судей не выдерживает. Хочет цитат из основного закона о том, что виновны или нет. Я прошу распорядника передать шановному народному депутату официальный текст Конституции Украины. Выключено судом становится вина. Судьи берут тайм-аут. В зале остаются депутаты. Кто изучает бумаги, а кто судейские кресла. Найденные плечики явно не дают покоя. Спустя почти час совещаний служители Фемиды говорят, свидетелей не будет рассмотрения. Переносят на неопределенный срок. Про дату и час проведения наступного заседания будет оголошено додатково. Будет ли самоотвод и чувствует ли за собой вину по событиям прошлого, говорят вот что. То, что анонсированные министром изменения в закон еще не зарегистрированы, даже после заседания скромно умалчивают. Пока объясняют на пальцах, что будет в документе. Обещают люстрировать и будущих депутатов, и даже кандидатов в президенты. Мы хотим, чтобы была люстрация всех. И тех, кто призначается на посады, и тех, кто обирается на посады. В Венецианской комиссии правки отдельно показывать не собираются, мол, собраны с учетом замечаний. Вот только в Венеции их никто не видел. И если до июня украинский министр не предоставит европейцам ничего более существенного, чем пустые обещания, нас могут ждать серьезные санкции. И переложить ответственность на Конституционный суд уже вряд ли удастся. Разошлись еще до обеда иллюстрации в Конституционном суде. Заговорят снова, скорее всего, не раньше лета. Пока депутаты не изменят закон, если изменят, и Венецианская комиссия не скажет свое слово. Елена Зорина, Геннадий Аникенко, подробности телеканал Интер. Слова министра юстиции о том, что окончательных выводов Венецианской комиссии по закону иллюстрации еще не было, прямо противоречат заявлению председателя комиссии, Джани Букикио. Напомню, что он сказал еще в декабре. Окончательное решение Венецианской комиссии таково. Закон негоден. Документ нужно пересмотреть и изменить. Необходимо избежать политизации закона. Он не должен стать инструментом мести политическим оппонентом. Иллюстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Так почему же министр юстиции говорит обратное? Всей стране и Европе. Вот как это объясняют украинские эксперты, юристы и политологи. С одной стороны, он помстой. С другой стороны, он абсолютно недолугой. В нем есть очень много неозгоденностей и очень много дурных вещей. Этот закон, в том виде, в котором он принят, создает дополнительный поле для коррупции. Закон абсолютно неграмотный, принятый в эмоциональном порыве. И сегодня, скажем, не дивно, что Венецианская комиссия приняла именно такие вердикты. Этот закон очень политизирован. В нем явно или не явно очевидны политические интересы. Этот закон должен быть не инструментом политического места, а инструментом утверждения в Украине правосудия. Справедливого правосудия. Это просто пиар-закон. Он выписан в таком поле, что, на мою думку, он соперечит Конституции Украины. Он соперечит, безусловно, европейским нормам. На жаль, доопрацювания до этого часа этого закону не отбылся. Я думаю, что украинская влада ожидает, что перечекает этот момент. Думает, что другие политические события забьют информационное тло, в том числе и в Европе. Европа станет меньше звертать внимание на этот закон. Возбуждение этих уголовных дел как раз во время начала рассмотрения дела по закону иллюстрации свидетельствует о том, что власть, конечно, такого решения Конституционного суда очень боится. Боится она его абсолютно справедливо, потому что для каждого юриста, для каждого специалиста в области права очевидны существенные нарушения Конституции Украины. Нарушен принцип презумпции невиновности, нарушен принцип индивидуальной юридической ответственности, уважение прав человека, нарушено право на защиту, на справедливый суд. И, конечно же, по этим основаниям закон надо признавать неконституционным. Если Украина не исправит этот плохой закон, я боюсь, действительно, санкции будут очень существенные. Эта так называемая иллюстрация привела к власти сегодня абсолютно некомпетентных дилетантов. Мы сегодня видели убийство двух журналистов, мы видели убийство Калашникова. Мы видим, что безграмотная работа приводит к тому, что на наши улицы уже выйти нельзя. Надо вернуть профессионалов, надо закончить эту псевдо-люстрацию, вернуть страну в нормальное русло. Ну, а еще до заседания у Конституционного суда собралось два митинга. Одни требовали оставить закон иллюстрации в покое и не дать судьям возможности остановить процесс очищения власти. Другие требовали прямо противоположного – остановить иллюстрацию, а закон отменить. Позже они пришли к Кабмину с требованием провести иллюстрацию в рядах правительства. Тут же установили и палатки, начали собирать подписи за создание в парламенте временной следственной комиссии по расследованию коррупции в Кабмине, о которой заявлял экс-глава Госинфининспекции Николай Гордиенко, называя сумму 7,5 миллиардов гривен. Подписи планируют собирать в каждом регионе. Була спроба заговорить эту тему, перетворить антикоррупционную борьбу в безглузду и принизливую для украинского народа профнацию. Мы будем собирать подписи. Я знаю, что сегодня уже собрано около 100 тысяч. Наша мета – собрати первый миллион. И с этим миллионом мы идем в посольство иноземное, чтобы они вплинули на уряд, чтобы они дали доручение или попросили Народный фронт, чтобы согласиться на создание тимчасовой следственной комиссии. Это наша четкая мета. Когда в государстве творится безглад, его нужно как-то ликвидировать. Когда на Сходе сейчас война тревает, хлопцы дают свои жизни заради миру, заради спокойствия в нашей стране. В нашей стране в уряде и тому подобное панует коррупция, безглад. И схемы те же, и взятки те же, как при Януковиче. Сегодня, чтобы арендовать землю сельхозназначения, фермеры должны платить помимо казны чиновникам взятки. Почему о борьбе с коррупцией только говорят? И какова такса у чиновников узнавала Екатерина Лысенко. Эти гектары земли стоят сотни тысяч гривен. Они все государственные и все сельхозназначения. Но чтобы их арендовать, нужно заплатить не только в казну, но и в карман чиновникам. В украинском агроклубе заявляют, за год ничего не поменялось. И схемы те же, и взятки платят также. Перерегистрация или регистрация договоров аренды государственной собственности, во времена президента Януковича, это стоило в зависимости от региона, 200-350 долларов за гектар. Соответственно, сейчас это немножко цифры поменьше стали, 100-150, 200 в зависимости от региона. Но это все-таки присутствует. Первый год правления господина Яценюка, по сути, вот в этой составляющей ничего не поменялось было. Земля государства сельхозназначения находятся в распоряжении агентства земельных ресурсов. И именно здесь решают, какому фермеру и по какой цене отдать в аренду чернозем. Это и есть те две коррупционные составляющие, говорят юристы. В профильном комитете парламента говорят, нужно менять законодательство. Если бы землей распоряжались на аукционах, как минимум один путь взяток перекрыли. На жаль, законодательство выписано так, что сегодня земли под ведение фермерского господарства надаются без конкурса и аукционов. Цими используются в Державном земельном агентстве. Они надают по два гектара земли людям и заключают с ними договоры аренды. Конечно, деньги платятся на этапе заключения договора аренды и передачи долгосрочной аренды. До недавнего времени Госагентство земельных ресурсов было закреплено за Министерством аграрной политики. Там уверяют, агентство настолько автономно, что даже Министерство не в силах было повлиять на его решение. Есть земля, которую распоряжается как главный распорядник Держземагентства. Они в этом отношении абсолютно автономными и кому отдают, как отдают, это абсолютно их приоритет. И сейчас Держземагентство трансформуется в другую структуру. Сейчас агентство, уже с другим названием, его отдают в подчинение другому министерству региональной политики. В самом же агентстве не отрицают, коррупция на местах есть и с нынешними законами и дальше будет. На сегодняшний день Держземагентство работает над законопроектом, которым предупреждает долеговать повноважение по распоряжению землями с господарством призначения государственной властности территориальным громадам. Передача земель территориальным общинам, по сути, и есть децентрализация, о которой так много говорят. На этом настаивает и Аграрный комитет парламента. Антикоррупционный пока против, а из-за законопроектов в Раде даже дрались. На следующей неделе документы будут пытаться внести на рассмотрение. И, возможно, новые правила примут с боем или без. И, возможно, в обмене обратят внимание на ту коррупцию, которую никто не отрицает. Екатерина Лысенко, Елена Митясова, Валентин Берич. Подробности телеканал Интер. Стало ли коррупции меньше за последние полгода? Этот вопрос задавали бизнесменам. И вот результаты исследования Transparency International Украина и других компаний. Подавляющее большинство, это более 70% предпринимателей, считают, что никаких изменений не произошло. Почти треть бизнесменов отметили ухудшение ситуации. И только 15% считают, что Украина стала менее коррупционной. Рассадником же взяточничества остается налоговая. Так считают почти 26% опрошенных. На втором месте Госагентство земельных ресурсов и Госавтоинспекция. И сегодня на встрече с премьер-министром представители бизнеса и профсоюзов требовали не урезать соцгарантии, не ухудшать условия ведения бизнеса. Получился ли диалог с правительством? Давайте посмотрим. Этой встрече с премьером профсоюзы и работодатели добивались год. Жалуются, все это время их требования и предложения правительство и слушать не хочет. Просит вас 16 раз за две ваши каденции. Дякуем, что хоть сегодня такая встреча отбывается. Правительство пытается донести реальную ситуацию в экономике. Это вопросы не войны, это реально вопросы отсутствия каких-либо действенных реальных реформ. Это монолог, это монолог власти с собой. Сегодня минимальная зарплата в Украине втрое ниже определенного ООН уровня бедности. Но даже низкооплачиваемую работу не может найти каждый десятый работоспособный человек. А попытка бизнеса создать новые рабочие места тормозят бюрократия и отсутствие реальных реформ. Предприятия переносятся, начиная от Белоруссии, заканчивая там, понятно, Юго-Восточной Азии. Но, к сожалению, даже некоторые предприятия переводят свое производство в Россию. Она во всех рейтингах и в простоте ведения бизнеса выше. Вот это обидно. Премьер выслушал лишь несколько человек и поспешил на следующее мероприятие. На прощание предупредил. В нынешних условиях рассчитывать на большее не приходится. Я усвідомлюю про то, что социальная напруга в стране очень большая. Инфляция высокая. Курс национальной грошовой одиницы, мягко говоря, не был совсем стабильный. Социальные стандарты не соответствуют потребам. Но я так же прошу всех зрозуметь. Никогда в Украине не было таких высказков, которые есть сейчас. Нужно формировать новую, потужную украинскую экономику. Представители профсоюзов честно предупредили. На предприятиях растут протестные настроения, возможно, неконтролируемые акции. В свою очередь бизнес предлагает свой рецепт снятия социального напряжения. Нам надо принять решение и устроить так, чтобы было нормальное понимание развития страны. Знаете, когда страна имеет на душу ВВП населения 10 тысяч долларов, она может содержать и пенсионеров, и армию. А сегодня надо создать возможность, которая могла бы дать развитию страны. В правительстве пообещали рассмотреть предложение по выходу из кризиса, но посоветовали не рассчитывать на быстрое улучшение ситуации в экономике. Оксана Григорьева, Максим Чеблин. Подробности. Телеканал Интер. Нестабильность ситуации в Украине привела к тому, что инвесторы не только не хотят идти в Украину, многие вообще из нее уходят. Решение экономических проблем – задача номер один, говорит нардеп Юрий Бойко. Он сегодня побывал в Ужгороде. Там высказали свое мнение по поводу закона об очищении власти. Антикоррупционное бюро уже с главой. Президент Украины назначил руководителем бюро юриста Артема Сытника. Ему 35 лет. Занимал разные должности в прокуратуре Первого Града и области. Потом перевелся в следственный отдел прокуратуры области Киевской. Три последних года работал частным адвокатом. Напомню, в конкурсе на эту должность участвовали 176 претендентов. В конце концов, в конкурсе не горнило пройшли двое. Микола Сирий и Артем Сытника. С этими достойными мужами, с Артемом и Миколой, я познайомился лише позавчора. Вперше я их увидел. И, естественно, что обидва справили на меня интересное впечатление. Было бы желание, если Артем сберег и твердость характера. Зона АТО. Боевики с 8 утра атаковали Пески. Били из танков. Один украинский военнослужащий ранен. Подробнее расскажет Ирина Баглай. Киваровый бронежилет, расцветки формы российской армии, экипировка, несколько гранат, РПГ. Украинские военные с гордостью демонстрируют своих утренних трофей. Немного с завистью к экипировке противника. Бронник киваровый, довольно-таки качественный. Ну, грамм 5-6 весит, не больше. По сравнению с нашими, по 9-11 килограмм тонн другие. А вот это уже показывают, откуда оружие. В Украине таких гранат, говорят, не найдешь. Это РГОшка, ручная граната осколочная, это РГМка. Вот, в принципе, что это на 10 метров разлетается, только это отрывается при ударе. В это есть 4 секунды убежать, в это и нет. Потому как шла диверсионная группа, сразу стало понятно, действуют профессионалы. Под прикрытием снайперов и пулеметчиков. Но военные их засекли вовремя. Около 5-6 передвигались очень быстро. Мы их заметили, получается. И они начали открывать огонь. Завязался бой. И вышли с тяжелого орудия стрельнули. И противника засекли вроде бы как бы осколками. Они побросали орудие. И это, ушли. Окраины Марьинки практически перетекают в Донецк. Боевики базируются в километре двух. На терриконах наблюдательные пункты. За ними боевая техника. Не достать. Терриконы вот оттуда наблюдают. Вот их и блокпост. Вот это наша крайняя точка. Желательно не высовываться. Ну, оттуда стреляли. Нам, короче, нельзя стрелять вообще. То есть мы у нас режим наблюдения. Но последнее время украинские бойцы говорят здесь спокойно. Диверсантов и провокационные обстрелы из автоматов называют тишиной. Все больше слышат, как раскатами орудий с другой стороны Донецка вражеская артиллерия накрывает пески. Слышно, слышно, слышно. И красноморка, и пески. Все слышно. Тяжело. Там ребята очень тяжело стоят. Расслабиться себе во время затишья военные не дают. Атака может начаться в любой момент. Так что оружие держат на готове. Противник и на 100 метров подходит. Вот это смастерили своими руками. Говорят, не хватает крупнокалиберного оружия здесь. Тяжелое у украинских армейцев под запретом. Но и этот калибр в умелых руках спасет в случае атаки. Ее не боятся. Самое тяжелое, говорят, воевать на своей земле. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Еще в одной зоне шаткого перемирия на востоке побывал другой мой коллега. Геннадий Вивденко. Вот что он увидел в Авдеевке и ее окрестностях. Артуха Лжева за мостом. Во время рейда наши бойцы делятся информацией. По кому и чем враги стреляли сегодня. Кто укрывался от миномета, а по кому-то работал снайпер боевиков. Это укрепрайоны Сила ТО между оккупированной Ясиноватой и Донецком. Украинские позиции под Авдеевкой. Два часа, как закончился минометный обстрел боевиков. Украинские военные утверждают, что дают залпы только в ответ. В основном только из стрелкового вооружения. Тяжелое не используется. Наши позиции на линии шахты Дутовка и бывшей базы ПВО. Боевики обстреляли ночью и все утро. Перемирьем происходящее не назовешь. Атака держится такая, как обещано. Обстрелы с двух строков. Такие, что земля трусится, как бы им так сказать. А так невозможно просто. Они вообще не держатся. Обще не держатся. А так бойовый настрой у нас нормально. Держим оппозиции. Боевики на этом направлении на прорыв не идут, но четвертый день подряд держат напряжение наших бойцов. Артиллерийский огонь почти беспрерывный. Это солдат, сын воина, раненого тут же на фронте еще в августе. Говорит о том, как важна здесь на передовой поддержка родных и близких. В нескольких километрах от передовой жительница Авдеевки просит хлеба у украинских военных на блокпосту. Те охотно помогают. Помогают, помогают. Иментарную помощь дают. И вот снова слышен грохот вражеской канонады. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер Донецкая область. Автор сюжета Геннадий Вивденко с нами на связи. Гена, здравствуй. Ждем от тебя самых последних новостей. Вот что сейчас происходит? Ну вот, Алексей, собственно, почему нам удалось относительно спокойно проехать к украинским укрепрайонам, недалеко от Авдеевки. С полудня боевики прекратили интенсивный огонь. По линии, на которой сейчас, прямо скажем, тут боевые действия, проехали представители ОБСЕ и члены совместной комиссии по прекращению огня. От Авдеевки до Песок. Все это район, окружающий развалины Донецкого аэропорта с севера и запада. И вот, по словам командира 93-й механизированной бригады, в Песках их дважды обстреляла группа боевиков, а потом началось какое-то шоу. Те, которые атаковали Пески с направления Вольво-Центр, они сначала пошли атаковать нас, мы им нанесли огневое поражение, потом они развернулись и пошли атаковать в направлении Жабичева. То есть, уже подразделения ДНР, которые там находят. То есть, это какая-то третья сила, которая пытается спровоцировать и сорвать минские договоренности. Факты странных обстрелов были зафиксированы мониторингами комиссии. Помимо всего, она должна была удостовериться, что в зоне боевых действий нет мифических карателей из националистических группировок. Вместе с тем, о позитивных результатах говорить пока сложно. Участники мониторинга вдоль линии разграничения прогнозировать обострение или полное перемирие с боевиками не берутся. Между тем, поступили новые данные о потерях украинских бойцов на этом участке. Силы АТО потеряли одного убитым, одного раненым в результате огня автоматического гранатомета боевиков. Алексей. Спасибо, Гена. Это был Геннадий Вивденко. Вот такие новости у нас сегодня из зоны антитеррористической операции. Перенесемся оттуда из прифронтовой линии на оккупированные территории. Как живут люди, которые не покинули Донецк и Луганск? Вот что рассказали нам сегодня по телефону. В Донецке практически закончено перемирие. Непрерывная артиллерийская канонада. Она продолжается сейчас. Она усиливается ночью и вечером. Дальние выстрелы сотрясают все окружающие дома. Цены просто аховские, обалденные. Севдообразование с единственной возможной профессией для загробовки денег, которую называют ополченец. Пошел такой активный слух. Несмотря на всякие обещания, государственные шахты, которые в результате военных действий были затоплены или пострадали, будут закрывать. Шахтеры, которые бежали за Россию, начинают очень активно осознавать, что в России угольная промышленность не нужна. Я приехала в частности в город Запорожье. Это фантастика. Большинство медицинских препаратов есть. В Донецке нет ничего. Цены просто неимоверные. Курс доллара здесь в Запорожье 24,5-25 за 1 доллар. В Донецке 30 за доллар. Дети из зоны АТО хотят поехать и поступить куда-нибудь в Харьков. Это просто учителя. Там просто им дана команда всех, кто собирается выезжать из ЛНР на территорию Украины. Там детей брать на карандаш, а потом с ними проводить свою работу. Правда, не понятно, какие они получат диплом образования. Так есть или нет в Украине российские войска? Спросили сегодня у Путина во время прямой линии. А в Украине российский президент вообще говорил немало. Что именно, расскажет Венемин Трубачев. Он в Москве. В отличие от прошлого года, на сей раз ситуация в Украине была не главной темой прямой линии. Но все-таки много вопросов касалось обстановки на Донбассе. Итак, Путин сказал, что наблюдает полную блокаду Донецкой и Луганской областей. И несколько раз подчеркнул, что нужно выполнять минские соглашения, а люди должны получать пенсии и социальные пособия. Но выход может быть. Выход только один. Это исполнение договоренностей в Минске, конституционная реформа, решение социальных, экономических проблем всей страны и Донбасса в частности. Также президент России пообщался с беженцами, которые покинули свои дома и выехали в Ростовскую область. А вот о российских наемниках, воюющих на Донбассе, Путин не сказал ни слова. В студии Ирина Хакамада, одна из близких приятельниц убитого Бориса Немцова, даже задала прямой вопрос, есть ли на Донбассе российские войска. Вопрос есть или нет у наших войск на Украине, говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Такой ответ ожидаемый. Тем более накануне прямой линии оппозиционное движение «Открытая Россия» опубликовала целую подборку высказываний Путина во время общения с народом, которые оказались неправдой. Например, ранее он говорил, что российских войск нет в Крыму, а потом признался, что зеленые человечки – это его армия. Я уже говорил в своем выступлении недавнем в Кремле о том, что Россия никогда не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму. Никогда. Похожая обстановка в Крыму и на Донбассе волнует Путина намного больше, чем ситуация в Забайкальском крае. Там уже который день горят леса и поля, уничтожены целые поселки. Вот за сутки площадь, охваченная огнем, удвоилась и превысила уже 100 тысяч гектаров. Пламя подобралось к городу Чике, и местные жители от бессилия записали обращение к Путину. Однако этот ролик президенту сегодня не показали. Мы, жители Забайкалья, сами выезжали и тушили пожары. Эта проблема для нас очень важна. Что можно с этим сделать? Помощи тоже ждать нет. Вчера 13-го апреля сгорело всего. Тот план, ничего не осталось. Тысячи людей остались без крыши над головой. Они нуждаются в продуктах и одежде, но этим гражданам власти не спешат отправлять гуманитарные конвои. Вениамин Трубачев и Олег Неводомский. Подробности, телеканал Интер, Москва. А вот крымчанам дали спросить только о грядущем курортном сезоне и транспортных перевозках. За все 4 часа общения только 2 вопроса прозвучали из Крыма. Слово дали представителям турбизнеса и автоперевозок. Первого интересовал предстоящий курортный сезон и цены на авиабилеты на полуостров. Второго – очереди грузового транспорта на Керченской переправе. И ни одного вопроса об ущемлении прав и свобод. Хотя, по данным сайта «Прямой линии», именно эта тема больше всего волновала крымчан. Из 10 тысяч вопросов почти полторы тысячи касались именно прав и свобод. Российские следователи окончательно определились с обвинением украинскому режиссеру Олегу Сенцову. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, его подзащитному инкриминируют две статьи. Создание террористического сообщества и незаконное хранение оружия. Расследование должно завершиться до конца апреля. Я напомню, российские силовики похитили Сенцова в мае прошлого года в Крыму. Сейчас он находится в московской тюрьме Лефортова. Все как во времена Холодной войны. Именно так американцы характеризовали военную активность России в Тихом океане и других регионах. Где на сей раз всплыли российские подлодки? И что собираются делать в Пентагоне? Ответы на эти и другие вопросы в материале моего коллеги из США Дмитрия Еловского. Американские военные отчитались о ситуации в Тихом океане. Раньше с этого направления угроза от России не исходила. Но все кардинально поменялось за минувший год. Теперь там действуют ударные силы дальнего реагирования. Постоянно проходят учения и тренировки российских военных. Активизировался и флот России. Об этом заявил начальник Тихоокеанского командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Адмирал Сэмюэль Локли. По словам военного, все это так называемые силы устрашения. Ну, просто направленные на то, чтобы запугать американцев и союзников в этом регионе. Кроме этого, адмирал заявил, что в Тихом океане активизировался и подводный флот России. Москва хочет укрепиться на Арктическом регионе, а также в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Внимательно следят американские военные за активизацией армий КНДР и Китая в регионе. Но противопоставить что-то России Соединенным Штатам сейчас очень трудно. Ведь президент Обама недавно урезал финансирование вооруженных сил Америки в этом Тихоокеанском регионе. Реагирует на усиление России и японцы. Их ВВС увеличили количество вылетов в боевых самолетах. Ведь российские и китайские истребители то и дело постоянно нарушают воздушное пространство Японии. Но без США в этом регионе у России будет абсолютное превосходство. Впрочем, российские военные активизировались не только в Тихом океане. Генштаб России отчитался о том, что в Крыму создана самодостаточная группировка войск. А в Абхазии и Южной Осетии создаются все новые военные базы. В Москве, похоже, тратить деньги на военные расходы готовы. Причем с удовольствием. В отличие от Вашингтона. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Им не рады в Польше и не ждут в Германии. Как немцы реагируют на планы российских байкеров из клуба «Ночные волки» проехаться 9 мая по Берлину? Расскажет Татьяна Лагунова. Берлин. Он по задумке ночных волков должен стать конечным пунктом мотопробега. Байкеры планируют быть здесь 9 мая. Проехать по центральным улицам города до Трептовпарка, где находится советский военный мемориал. Но вряд ли у них это получится. Немецкие журналисты выяснили, ночные волки не подавали заявку на проведение акции в полицию. А в Германии это обязательно. И лидер байкеров Александр Златостанов не может этого не знать. В свое время хирург, это его прозвище, жил в Берлине, работал вышибалой в ночном клубе. Но даже если подобная заявка поступит, волкам откажут. Об этом журналистам сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах. В случае же спонтанной частной акции колонну разделит полиция и эффект будет уже не тот. Да и до Германии волкам еще нужно доехать через Польшу. Во власти этой страны уже назвали мотопробег пропутинских байкеров, которые поддерживают аннексию Крыма и агрессию против Украины провокацией. Премьер страны заявила, если акция будет угрожать безопасности поляков или оскорблять их, полиция примет меры. Встречать байкеров готовятся и жители Польши. В соцсетях активисты призывают блокировать дороги и пробивать незваным гостям шины. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Как принимают беженцев с востока в мирной Украине. И чем похвастался сегодня завод Антонова. Об этом и не только. Чуть позже во второй части подробностей. Вокруг Харькова роют окопы. Город решили максимально обезопасить на случай возможного вторжения со стороны России. Как возводят линию обороны и сколько это стоит, выясняла Лидия Калинина. Неделю назад здесь были одни ямы. Сегодня строительство идет полным ходом. С 7 утра рабочие укрепляют бревнами траншеи и блиндажи. Спешат, пока погода хорошая. В предыдущем была неделя дождей. Сейчас погода установилась. Для чего понятия не имеем? Так здесь отвечает каждый второй. Мол, они только исполнители. А зачем на въезде в город целый комплекс подземных коридоров знать не знают. Правда потом разговоришь и сознаются. Просто стараются секреты не разглашать. Само строительство курируют военные. Мы копаем по чертежам все. По военным. Сначала размещается где что будет стоять. Блиндаж. Или окопы. Приезжают эскалаторщики, выкапывают. Потом мы все выравняем. Укрепляем деревом. Место, где именно строить укрепления, долго выбирать не пришлось. Это самый короткий путь из Харькова в Белгород. До российской границы не больше 30 километров. Когда достроят окопы, здесь будут дежурить солдаты и бойцы нацгвардии. А в самых укромных местах спрячут технику. От артиллерии эти сооружения не защитят, но остановить противника на какое-то время смогут. На объекте работники из обл. Автодора. За этот участок дороги отвечают о них. Окопы роют бесплатно. Чиновники уверяют, акт благотворительности. Бюджетных денег не потрачено ни копейки. Мы обратились к строительным организациям, предприятиям, учреждениям. Это, назовем так, помощь государству Украина, помощь всем нам. Сами строители в роли благотворителей быть не против. Хотя и считают, военные таким образом перестраховываются. Российское вторжение здесь не очень верят. Родина сказала рыть ровем. Я думаю, что она нам не понадобится. Харьков у нас спокойный город. Закончить эти три взводно-опорных пункта обещают к 1 мая. А потом, если угроза вторжения сохранится, планируют построить такие же на всех выездах из города в сторону России. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Где рады беженцам? Следующая история о вынужденных переселенцах, которые пытаются построить новую жизнь в Днепропетровске. Насколько радушно их там приняли, Наталья Грищенко расскажет. Обычная парикмахерская. Таких в Днепропетровске много. Открыто уже полтора месяца, но мало кто из клиентов знает, работают здесь исключительно беженцы из зоны АТО. В Авдеевке у Лены были десятки постоянных клиентов. Стрижки, укладки, завистки от желающих отбоя не было. Но как только эвакуировалась в Днепропетровск, поняла, ее многолетний опыт ничего не значит. Устроиться на работу с донецкой пропиской оказалось непросто. Точно так же, как и с жильем. Донецких не хотят. Кто-то агрессивно относится. Вот вы приехали сюда, вы понаехали. Ей повезло. На работу взяла землячка. Юля тоже из Донецка. Чтобы как-то выжить, открыла маленький бизнес. Парикмахерскую. Назвала ее социальной. И цену установила соответствующие. Клиенты сразу пошли. Вот пенсионерка Ангелина Павловна терпеливо ждет своей очереди на улице. Говорит, теперь только эта парикмахерская ей и по карману. Там надо платить 50-60 гривен. Больше даже. А здесь 30 гривен. Вот поэтому и пришли. Эта ценовая политика не понравилась конкурентам. Салон причесок расположен прямо за стеной. Сказали, что вы должны закрыться до конца месяца. Что вы должны убраться с этого района. Они аргументировали это тем, что на Победе 5 в Днепропетровске кришки ниже 50 гривен не должно быть. А спустя две недели социальную парикмахерскую обокрали. Переселенка Лина, она работает здесь мастером маникюра, рассказывает. Воры унесли не только ножницы и расчески. Унесли визитки. Зачем обычным ворам визитки? Это уже интересно. Юлии угрожали соседи. Ну, конечно, первым делом упало подозрение на них. Чтобы узнать, что думают по этому поводу в том самом салоне, идем туда. Увидев камеру, там закрываются на ключ. Открывают не скоро. Я понимаю, что вы телеканал. Дальше что? Да, хотели бы по поводу парикмахерских. В милиции говорят, дело расследуют. Никого, правда, пока не нашли. Но уверяют, конкуренты тут ни при чем. Установлено их алиби на момент совершения преступления. То есть доказать факт угроз невозможно. В социальной парикмахерской испуганы не на шутку. Установили сигнализацию и стараются не засиживаться до темна. Провожая нас, Юля грустно шутит. Не исключено, что снова придется бежать. Очень страшно и опасения очень большие. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровск. Он сегодня впервые покинул сборочный цех, но уже скоро поднимется в небо. В Киеве сегодня представили новый транспортный самолет Ан-178. С кем создатели машины планируют побороться на рынке авиации, расскажет Максим Кошелев. В гигантском ангаре на заводе Антонов больше нет места. Люди стоят на улице и на крышах окрестных домов. Все внимание к тому, что под белым занавесом. Начинается самый важный момент. Так называемая выкатка Ан-178 из ангара. Чуть покачивая крыльями, он осторожно выползает на улицу. Работники, знающие на самолете каждую заклепку, пытаются коснуться обшивки ладонью. Ан-178 неспешно катится на аэродром, а конструкторы и производители передают машину пилотам. Назав в сборочный цех этот Ан-178 уже не вернется. Теперь его место здесь, на аэродроме, где ему предстоят испытания. Сначала наземные, а потом и летные. Мы с сегодняшнего дня начинаем этап наземных испытаний уже непосредственно с системы двигателей, вспомогательной силовой установки. Мы надеемся в очень быстрые, короткие сроки все пробовать, потом начать рулить, бегать. На рынке средних грузовых самолетов конкуренция большая. Впрочем, разработчики говорят, Ан-178 имеет свои преимущества. Самое главное – это размер грузового отсека, куда входят два крупных морских контейнера. Летак может взлетать и седать, то есть эксплуатировать с грунтовых площадок. Это самолет полностью цифровой, с цифровым комплексом оборудования, со стеклянной кабиной, как это принято называть. Ранее многие комплектующие к Ан-178 планировали поставлять из России, но теперь переносят производство в Украину. На Антонове говорят, новинку уже хотят приобрести наши военные. Есть интерес и за рубежом. Арабские Эмираты интересуются гражданской версией самолета. Максим Кожелев, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Как найти своего двойника и почему не стоит носить миллионы в дамской сумочке? Это не рубрика «Полезные советы», а наш обзор самых интересных событий и происшествий в мире. Смотрим. Американский почтальон посеял панику. В американском конгрессе Даг Хьюз приземлил свой мини-вертолет на лужайке Капитолия. Нарушителя тут же арестовали, хоть он и убеждал, зла никому не желал, хотел лишь раздать письма конгрессменам. Американский закон запрещает входить в воздушное пространство здания конгресса. Если бы почтальон подлетел ближе, его бы скорее всего просто сбили. Еще одно непредвиденное приземление произошло на людном калифорнийском пляже. Из-за утечки масла на берегу в Сан-Диего экстренно сел вертолет морской пехоты. Никто из военных и отдыхающих не пострадал. Увидеть Париж и обеднеть. На пути из аэропорта Шарль-де-Голь у немки украли 5 миллионов евро. Путешественница застряла в пробке на подъезде к городу. Преступники разбили стекло ее машины, выхватили сумочку и скрылись. Внутри были эксклюзивные драгоценности. В 2010-м в подобной ситуации оказалась дочь тогда еще мэра Киева Ленида Черновецкого Кристина. В ее сумочке грабители обнаружили ювелирных изделий на 4,5 миллиона евро. Американка доказала, и в 103 года учиться не поздно. В своем почтенном возрасте Мари Хант получила диплом об окончании средней школы. Мари пришлось бросить учебу 90 лет назад, чтобы заботиться о младших братьях и сестрах. И вот, наконец, она завершила начатое. Сейчас Хант подумывает о поступлении в колледж. Студентка из Дублина решила доказать, что у каждого человека есть двойник. Нимф Джинни и два ее друга создали в сети ресурс «Незнакомые близнецы», который помогает желающим найти двойников из разных стран мира. Сама Джинни уже отыскала свою копию и даже успела с ней встретиться. По следам генерала Лафаэта, воссозданный французский фрегат «Гармиона» готов отправиться в свой первый рейс США. На создание копии исторического судна ушло несколько десятилетий. Два месяца корабль тестировали у берегов Франции. И уже в эту субботу он отправится в трансатлантическое путешествие. Фрегат известен тем, что именно на нем генерал Лафаэт отправился на помощь американским революционерам. В их войне за независимость. И на этом все. Спасибо, что смотрели. До встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok